Здравствуйте! Этот выпуск программы «Актуальный репортаж» будет интересен прежде всего родителям школьников, которых интересует вопрос, чем занять ребенка после учебы. Мы сделали небольшой обзор на работающие в Черкесске кружки и секции, где каждый ребенок может по максимуму развить свои таланты и получить новые навыки, при этом совершенно бесплатно. На самом деле, бесплатных кружков для детей в республиканской столице не то, чтобы прям много, но они есть. Безусловный лидер по организации досуга школьников – Дворец детского творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина – одно из старейших учреждений в городе. Его открытие пришлось на 12 апреля 1961 года, почему, собственно, здание и носит имя первого космонавта. За свою более чем полувековую историю дворец выпустил тысячи учеников. Сегодня в учреждении действует три десятка различных объединений, где занимаются свыше 1200 мальчишек и девчонок – от рисования и пения до вышивания и изучения английского. Мы развиваем детей в разных направлениях. У нас дети ходят на хореографию. Хореография у нас в пяти направлениях – современный танец, национальный танец, классический танец, латиноамериканские танцы и народные танцы. То есть ребенок может выбрать любое себе направление, какое ему понравится, и он может ходить. Также у нас и развивается забытое прошлое – это вязание крючком. Сейчас очень много детей, которые стали посещать этот кружок по одной и той причине, что уже нету бабушек, которые могли бы научить, скажем так, да, и девочкам нравится. Вот. У нас есть кружок бисероплетения, у нас есть кружок дизайна, у нас девочки шьют. Вот последние они, по-моему, юбки сейчас шьют. Им очень нравится. Вот. Стараемся, чтобы дети любили. И приводят, кстати, они своих подруг, друзей, потому что интересно. Танцы – одно из самых популярных направлений, куда родители с охотой отправляют своих детей. Во Дворце детского творчества занимается несколько ансамблей и вокальных объединений. Танцевальные коллективы, несмотря на юный возраст участников, отличаются высокой культурой и хорошим профессиональным уровнем, результатом чего являются победы в различных конкурсах и фестивалях, причем не только городских или региональных. Маленькие артисты нередко выезжают за пределы Карачаева-Черкесии, достойно представляя родную республику. Мне нравится, как люди выступают на сценах, на разных концертах. Я тоже захотела. Я занимаюсь танцами четыре года, и мне тут очень нравится. Сюда меня привела моя мама. Мне тоже, когда люди выступали на сценах, мне тоже очень понравилось, и мне также захотелось выступать. Выступали мы в Есентуках, в Терпсихора России. Мы заняли третье место второй раз подряд. Мне тут очень нравится. Я занимаюсь тут уже четыре года. Сейчас мы учим танец французскую польку. И тогда мы танцевали и русские народные танцы. Мы очень много танцев уже выучили и станцевали. Если говорить о пользе танцев для ребенка, то они не менее важны, чем изучение точных наук. Кроме того, что это отличная возможность укрепить здоровье и прекрасный способ направить энергию ребенка в нужное русло, посещение танцевального кружка учит ответственности и уверенности в себе. Согласитесь, полезное качество. Прежде всего, это организует ребенка. То есть, это организованность. Потом, конечно же, это музыкальное развитие слух. Это координационное развитие. Это развитие гибкости, эластичности, умение себя держать на сцене, умение общаться с людьми, умение вообще представить себя в обществе. Я считаю, что хореография, она необходима особенно каждой девочке. Каждая девочка должна в определенном возрасте посещать хореографию. Профессионально, непрофессионально – это уже другой вопрос. Хотя бы для себя. Потому что это очень большое развитие. Провести свободное время с пользой, развить художественный вкус, логику и воображение помогут занятия декоративно-прикладным искусством. В городском дворце детского творчества ребята учатся вышивать, лепить, делать игрушки, ростовые цветы, плести из бисера, изучают искусство оригами, осваивают декупаж и так далее. Сотни детских работ ежегодно отмечают на городских и республиканских выставках. С удовольствием ребята воплощают свои самые смелые творческие замыслы. Мне очень нравится. Я сюда попала примерно в четвертом или в третьем классе. Я захотела сюда прийти просто для развития, для вышивки, занимаюсь. С мамой пришла, записалась и хожу почти каждый день сюда. Наше объединение называется «Леди стиль». Изначально мы занимались шитьем. Но в процессе работы я поняла, только шитьем детей не привлечусь. И мы решили плести бисером, вышивать бисером. Ну то есть то, что ярко детей привлекает. У каждого ребенка свои наклонности. И каждый ребенок имеет свои предпочтения. И в зависимости от того, что им больше нравится, они делают. Но, тем не менее, мы все-таки учим их шить. Основная цель – это дизайн и шитью одежды. Это в жизни им все-таки нужно будет. Во-первых, учат дисциплинированности в смысле того, что если мы начали работу, и как-то сложность какая-то возникла, они немного… Я им разрешаю отдохнуть, заняться чем-то другим, а потом доделать. И все равно они доделывают свою работу и преодолевают эти трудности. Темной краской проводим мы полосы, как горы, делаем контур. Где более темным, мы закрашиваем прям черным-черным цветом. Преподаватель Анастасия Славина терпеливо объясняет последовательность выполнения рисунка. Своего наставника мальчишки слушают крайне внимательно. Мазок за мазком из-под кистей маленьких художников выходят очаровательные пейзажи. Творческое объединение «Гаротаж» существует несколько лет. Здесь ребята постигают азы изобразительного искусства, знакомятся с различными техниками, учатся рисовать акварелью, гуашью, акрилом, восковыми мелками и так далее. Прекрасно подготовленные в дальнейшем дети продолжают заниматься в профессиональных художественных школах. Здесь дети, некоторые приходят, которые не знают, правильно цвета соединять, правильно расположить лист, где середину отметить полностью. Также детки еще учатся правильно смешивать не только цвета, но и тона как-то, более темные, светлые. Выделять правильный контур. Допустим, натюрморт рисовать, они тоже учатся, где правильно расположить тот или иной предмет. Допустим, если фрукты рисовать где-то поближе, где-то подальше, где отпадает тень и все остальное. Детки очень увлекаются. Маленькие, если детки приходят, то у них разрабатывается моторика рук. Естественно, в школе им помогает то, что у них улучшается почерк, они более различают цвета, и у них мышление разрабатывается прям очень хорошо. Занятие английским еще одно важное направление. Во Дворце детского творчества черкесска мальчишки и девчонки развивают речевые навыки, пополняют свой словарный запас, получают помощь по школьной программе, знакомятся с культурой стран, изучаемого языка. Также в учреждении занимаются подготовкой детей к школе. Вообще, через Дворец детского творчества имени Гагарина прошел в свое время, пожалуй, каждый второй житель республиканской столицы. Здесь ребятам помогают раскрываться, находить и развивать таланты, не замыкаться только на учебе в школе. И все это совершенно бесплатно. Очень приятно, когда ты заходишь куда-либо, и когда ты представляешься, что ты директор Дворца детского творчества, тебе начинают говорить, вот, а мы посещали такой-то кружок. Это очень приятно и удивительно, потому что я сама выпускница Дворца детского творчества. Мой преподаватель до сих пор здесь преподает, это Людмила Александровна Ходырева. Я сама хореограф, вот, благодаря ей, наверное, я пошла дальше по этому направлению. И я думаю, что у нас Людмила Александровна выпускает очень много деток таких. У нас одна девочка сейчас в Москве уже танцует в русском балете. У нее сейчас четыре выпускницы, которые заканчивают Ставропольский хореографический институт. То есть мы, я думаю, детям даем то, чтобы они направление дальше выбирали наше. Отправиться в увлекательный поход, поближе познакомиться с природой родного края, узнать много нового о его истории. Все это могут ребята, посещающие Карачаево-Черкесский центр дополнительного образования. Здесь с детьми занимаются по целому ряду программ, так или иначе связанных с туризмом. Навыки, которые тут приобретают мальчишки и девчонки, вполне могут пригодиться им и в жизни. Умение правильно сориентироваться на незнакомой местности и не заблудиться, преодолеть различные препятствия. Также туризм воспитывает чувство взаимовыручки и товарищества. Кроме того, в центре решают весьма важную задачу – приобщение детей и подростков к культуре, истории своей республики. Туризм «Гитара» и «Я» как бы о себе само говорит объединение. Это основы туризма они здесь получают. Желающие могут освоить аккомпанемент на гитаре, исполнять песни под гитару. То есть во время похода, в экскурсии гитара всегда наш спутник. И «Я» подразумевается, что это развитие личности, всестороннее происходит. То есть у нас и за 4 года они проходят и краеведение, и основы туризма, туристского быта. Как преодолевать препятствия, как читать карту, как ориентироваться на местности. Кроме туристко-краеведческой деятельности, наш центр еще занимается естественными науками. Есть техническое направление, проводятся соревнования республиканские. Мы координируем работу туристов, краеведов, юных техников по республике, проводим ежегодно конкурсы. У нас есть так называемая детская академия развития, где ребята представляют свои исследовательские работы по краеведению. Есть у нас кружки экологические объединения, экологические, технические. Кроме того, у нас, нашим центром, организуется и проводится полевой лагерь высокогорный. Кстати сказать, абсолютно бесплатный, куда принимаются все желающие. Парить в воздухе над облаками словно птицей. Кто об этом не мечтает? Для ребят же, занимающихся в Центре военно-патриотического воспитания Черкеска, эта мечта каждый год становится реальностью. Юные армейцы поста номер один участвуют во всех патриотических мероприятиях, несут вахту памяти у мемориала «Огонь вечной славы», выступают на различных соревнованиях. И по уже сложившейся доброй традиции, в качестве поощрения за свои успехи и активную гражданскую позицию, подростки получают от мэра республиканской столицы Руслана Тамбиева возможность прыгнуть с парашютом на базе Ессентукского авиационно-спортивного клуба. И это приключение остается в памяти надолго. Я второй год приезжаю, у меня был четвертый прыжок. Когда летишь, что чувствуешь? Страх. Ну, в свободном падении страх, на приземлении страх, остальное все время восхищаешься как-то природой, видом. Я приезжаю уже, получается, третий год, прыжков всего восемь. С чем это можно сравнить? Ни с чем не сравниво. Просто надо попробовать самому и понять, что это. Ну, почувствовать как бы на себе, каково это. Выпрыгнуть и просто в бездну лететь. Неописуемо, в общем. Центр военно-патриотического воспитания молодежи был основан в 2003 году. Здесь занимаются ребята в возрасте от 10 до 18 лет. В центре работают такие объединения, как штаб поста номер один, кинолекторий «Мой город», стрелковое объединение «Выстрел» и другие. Также на базе центра действует сводный поисковый отряд «Поиск», члены которого участвуют в вахтах памяти, занимаются поиском и раскопкой неучтенных захоронений пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Прежде чем попасть в него, мальчишки и девчонки учатся несколько лет. Чтобы прийти в поисковый отряд, надо опять-таки научиться. Они приходят в поисковый отряд после трех годов обучения. И потом еще три года в поисковом отряде учатся. То есть у нас есть объединение поискового отряда центра. Вот они там три года учатся, а потом по достижению 18 лет идут уже во взрослый отряд поисковый. Они учат основу анатомии, они учат азы поисковой деятельности, они учат виды металлоискателей, геодезию, землеведение. В центре военно-патриотического воспитания дети учатся мужеству и верности долгу. Занятия здесь будут интересны всем подросткам, кто увлечен историей своего отечества, туризмом, военно-спортивными играми, тем, кто мечтает стать настоящим защитником своей страны. Построить модель радиоуправляемого самолета, сконструировать уменьшенную копию боевой машины, ракеты или корабля. Для учеников Черкесской городской станции юных техников нет ничего невозможного. Учреждение дополнительного образования было открыто в конце 60-х годов прошлого столетия. И вот уже больше полувека здесь с ранних лет прививают детям любовь к науке, пробуждают жажду изобретений, растят будущих инженеров, ученых и инноваторов. Станция юных техников – она уникальное образовательное учреждение. В смысле, что практически все, кто работает руками и одновременно головой – это практически все выпускники станционных техников. Начиная от хороших специалистов по ремонту автомобилей, там заканчивая медициной, это военные. Другая категория – это вот мои, это Московский авиационный институт. Туда дети у нас поступают и учатся. Робототехника, радиоэлектроника, транспорт, авиамоделирование – далеко не полный список технических направлений, которые могут изучать школьники в свободное от основной учебы время. Помимо навыков в определенной сфере, занятия на станции дают возможность углубленного изучения технических предметов – физики, математики, информатики. Например, юные радиолюбители не только учатся делать различные радиоконструкции, но и изучают физические процессы, происходящие в них, понимают работу того или иного прибора. На примере изучения моделей и простейших механизмов ребята лучше понимают устройства современной техники. С тем же успехом детвора осваивают космические технологии. Создавая самые невообразимые конструкции – от радиоуправляемых самолетов до моделей боевых машин – воспитанники станции не раз становились победителями состязаний различного уровня. Например, каждый год ребята за свои достижения удостаиваются дипломов и премии мэра Черкеска. Наравне с мальчишками добиваются успеха и признания в техническом творчестве и девчонки. Меня мама повела туда. Я не знаю, мне просто нравится вся техника, как она устроена. У нас просто есть дедушка Кирьяна Валерий Николаевич, творческий человек. Поэтому, наверное, заинтересовал как-то, привлек. Первая поделка наша совместная стоит до сих пор в классе. К детскому бесплатному досугу можно отнести работу, которая проводится в городских школах вне основной образовательной программы. Это также различные кружки и секции – спортивные, танцевальные, художественные и другая внеурочная деятельность, начиная от факультативных занятий и заканчивая организацией летних пришкольных лагерей. Последнее, к слову, отличный способ занять ребенка на каникулах, если у родителей из-за насыщенного рабочего графика нет возможности обеспечить детям полноценный отдых. Как показывает практика, в лагерях дети не скучают. Регулярно ходят в бассейны и парки, посещают театральные представления, библиотеки, кино и музеи. Участвуют в различных играх, спортивных соревнованиях, занимаются творчеством. Внеурочная деятельность организована в рамках ФГОС, Федерального государственного образовательного стандарта, и является обязательной частью образовательной программы каждого общеобразовательного учреждения. И в рамках этой внеурочной деятельности организовано 698 кружков по образовательным учреждениям города Черкесска. Кроме того, реализуются отдельно от образовательного процесса программы дополнительного образования детей. Вот по программам дополнительного образования детей педагоги доп. образования в тех же учреждениях наших общеобразовательных ведут 243 кружка. На сегодняшний день мы можем смело заявить, что более 60% детей охвачены дополнительным образованием, и причем, хочу заметить, совершенно бесплатно. В каждой школе внеклассная работа организована по-разному. Например, в 17-й гимназии Черкесска дети, посещающие творческий кружок, учатся делать своими руками самые разные вещи. Настоящие венецианские маски, декоративные деревья и цветы, игрушки, используя при этом простые подручные материалы. Кружковая работа, я считаю, очень важна в школе, потому что дети должны быть заняты чем-то. Потому что, отучившись, им надо чем-то себя занять. Не только уроки учить, они должны развиваться творчески, духовно должны развиваться. И поэтому мой кружок является одним из таких интересных, потому что очень разное направление декоративно-прикладного искусства. Но не одно, например, лепка, а разная разновидность. И поэтому детям очень интересно, например, сделать одну какую-то работу и подарить маму. Представляете, как радуются мамы, когда они видят, что девочка сделала своими руками. Я считаю, что любое изделие, сделанное своими руками, это вообще радость приносит не только самим ученикам, но и родителям. И нам, педагогам в том числе, потому что любой педагог, который горит своей работой, он должен видеть результат. Говоря о детском досуге, пожалуй, стоит упомянуть и о волонтерской деятельности. Так родителям мальчишек полезно будет узнать, что на базе 6-й школы Черкеска работает кружок самообороны, организованный Баталпашинским городским казачьим обществом, предподдержки мэрии республиканской столицы и лично мэра Черкеска Руслана Тамбиева. В секции проходят бесплатные тренировки по армейскому рукопашному бою, причем на серьезном профессиональном уровне. Ребята часто выезжают на соревнования. Примерно так выглядит список активностей, которыми дети могут заниматься после школы, чтобы это было полезно и не слишком затруднительно для родителей в финансовом плане. Дело остается за малым – внимательно изучить список кружков и выбрать тот, который больше всего понравится ребенку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова